Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М» и прямо сейчас у нас стартует акция «Честный отзыв». Так что заходите на наш сайт, кликайте по баннеру, читайте условия, оставляйте честный отзыв в Google либо Яндекс и получите возможность выиграть один из десяти ценных сертификатов. Заметим, что мы обрабатываем каждый ваш комментарий. Итак, встречаем новую заявку Mercedes M266. Мерседесы А и Б-классов, кузова которых созданы на основе сэндвич платформ, предъявляют особые требования к установке силового агрегата под капотом. Двигатель должен быть установлен поперечно и под большим углом вперед. О наклонном дизеле ОМ640 мы уже рассказывали, а сегодня мы поговорим о втором поколении бензиновых двигателей под обозначением M266. Мотор M266 существует в трех вариантах объема 1.5, 1.7 и 2.0. В этом случае обозначение модели автомобиля полностью соответствует его объему, то есть A150, A170 и A200. Соответственно, 96 лошадиных сил, 116 и 136. Стоит отметить турбированную двухлитровую версию, с которой выжили 193 лошадиных силы. Двигатели M266 отличаются ходом поршня и у них достаточно высокая степень сжатия 11 к 1. Все моторы оснащены одним распредвалом, который приводит 8 клапанов цепным приводом ГРМ. Двигатель не оснащен расходомером. Вместо этого используется датчик давления во впускном коллекторе и датчик температуры впускаемого воздуха. За экологичность работы и баланс топливной смеси отвечают два лямбдазонда. Сегодня мы будем разбирать двигатель 1.5, снятый с Mercedes A-класса 2005 года с пробегом 100 тысяч километров. Двигатель M266 получился надежным и бесхлопотным. Но из-за тесной подкапотной компоновки некоторые виды работ затруднены, например, замена свечей и доступ к форсункам. Но в любом случае двигатель на A-классе доставляет меньше хлопот, чем вариатор либо же кузовная ржавчина. Погружной электрический топливный насос может стать причиной обездвиживания автомобилей A и B-класса. При пробеге в 200 тысяч километров он просто выходит из строя. Чтобы его снять надо снимать бак. И заодно можно проверить состояние топливного фильтра. Также насос может перестать качать из-за отказа реле, которое управляет им. Реле находится в блоке и оно доступно из салона. До полного выхода из строя бензонасос может снизить давление подачи. Из-за этого будут определенные неполадки. То есть двигатель может глохнуть сразу после запуска. Появятся проблемы со смесиобразованием и ошибки, указывающие на неправильное смесиобразование. Также двигатель может потерять мощность. Сегодня с нами уже полюбившийся вам разборщик Анатолий. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Муфта компрессора кондиционера может выйти из строя, а точнее развалится ее подшипник. Муфту заклинит, она начнет греметь, ремень навесных агрегатов начнет вибрировать. Это может привести к постоянному вращению ротора компрессора и компрессор может выйти из строя. А и Б-классу достался регулируемый генератор, который постоянно обменивается данными с блоком управления и проводит самодиагностику. Этот генератор снижает напряжение зарядки на холостом ходу, чтобы сэкономить топливо. Неудивительно, что ресурс генератора далеко не вечный. На проблемы с генератором указывают соответствующие ошибки на панели приборов. АКБ начнет разряжаться, и тогда все потребители начнут выключаться по очереди, вплоть до электроусилителя руля. Этот генератор дорогой. В оригинале он стоит 900 долларов, заменители стоят 300 долларов. Его в принципе можно отремонтировать, заменить сгоревшую обмотку и подшипники. Но лучше же купить бэушный в отличном состоянии в «АвтоСтронг-М». Чистка дроссельной заслонки может понадобиться тогда, когда холостые обороты плавают. При этом фиксируется ошибка о недостоверных значениях положения заслонки. Загрязненная дроссельная заслонка может залипнуть и препятствовать запуску двигателя. А откуда грязь? Вот по этой трубочке из пространства под клапанной крышки перед заслонкой попадают картерные газы. Также в заслонке могут стереться дорожки датчика ее положения. Тогда заслонку надо менять. Менять, естественно, бэушную из «АвтоСтронга». При установке заслонку надо адаптировать, но она адаптируется без какого-либо фирменного ПО. Двигатель M266 оснащен двумя сдвойными катушками зажигания, которые соединяются со свечами высоковольтными проводами. Со временем примерно при пробеге в 200 тысяч провода могут дать слабину изоляции проводов и тогда будут пробои. А вследствие этого будут пропуски зажигания в соответствующих цилиндрах. Катушки ходят порядка 200 тысяч километров. Датчик положения распредвала обычно проблем не вызывает, но бывают случаи обрыва его проводки. В этом случае записывается соответствующая ошибка, которая указывает на неисправность датчика. При замене этого датчика не лишним будет прозвонить проводку. Впускной коллектор двигателя M266 обладает каналами двух различных длин. Длина впускного канала влияет на моментную характеристику двигателя при частичных нагрузках. Благодаря длинным впускным каналам на немаксимальных нагрузках воздух легче проникает через впускные клапаны. Короткие каналы перекрыты при скорости от 1500 до 4300 оборотов в минуту. Заслонка, которая перекрывает каналы, управляется пневматическим сервоприводом с электронным клапаном. Обычно эта система никаких нареканий не вызывает. Корпус масляного фильтра пластиковый, стоит на блоке, уплотняется вот этой прокладкой. Со временем прокладка дубеет, и мы получаем течь масла. Клапанная крышка здесь полностью алюминиевая, а вот здесь вот такой длинный лабиринт системы вентиляции картерных газов. Один распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы стоят над клапанами. По состоянию у нас здесь все достаточно добротно и именно таким и должен быть отличный масляный налет. Продолжение следует... В ГВЦ у нас в принципе все хорошо, нет разрушенных клапанов. Но немножко жирновато, то есть есть следы поджирания масла. Однорядная цепь ГРМ надежная. Проблем обычно с ней не случается. Но на практике бывают случаи растяжения этой цепи. Тогда она гремит при запуске несколько секунд на холодную. И также бывает перескок. Но это обычно случается при пробеге в 200 тысяч километров. Цепь меняется довольно просто. Направляющие планки и гидронатяжитель менять необязательно. Они могут пережить несколько цепей. Блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. По состоянию все очень даже хорошо, но смущает нагар на донышках поршней. Ну что сказать, красиво. Вот именно так должен выглядеть хорошо обслуживаемый двигатель. Поршни у этого мотора таблетки, то есть облегченные, с короткими юбками. Как мы видим, по состоянию в принципе все неплохо. Графитовое напыление почти не тронуто. Все кольца, что массосъемные, что компрессионные, подвижные. Маслосъемное кольцо немного закоксовано. И очень маленькие отверстия для отвода масла. И шатунные вкладыши изношены. Нормальное состояние вкладышей, чуть-чуть есть побежалось, но ничего критичного. Коленвал у нас в нормальном состоянии и мы не видим износа на шатунных шейках, ведь вкладыши взяли на себя всю нагрузку. Разборка закончена и сегодня мы разобрали добротный мотор. В данном экземпляре мы не нашли практически недостатков, но шатунные вкладыши нас напрягли. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно заходите и смотрите наши видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, участвуйте в акции «Честный отзыв». И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».